На конференции, которая состоялась в столице Верхней Волжья, обсудили формирование новых туристических проектов. Мероприятие носило не только теоретический, но и практический характер. Среди участников были не только тверичане, но и представители других регионов, среди которых были очень статусные гости. Тверская область уже не первый год ходит в числе лидеров в ЦФО по популярности у туристов. Здесь большим подспорьем является, конечно же, географическое расположение и развитие инфраструктуры. С открытием особенно дороги М-11 мы просто в Тверской области должны останавливаться. Сейчас мы делаем такие туры для туристов автобусных и без ночных переездов. И для того, чтобы они отдохнули, мы берем либо экскурсию в Твери с обедом, либо экскурсию в Торшке с обедом. При этом традиционно под объектами для показа гостям любого региона или любой страны подразумеваются культурно-исторические, ну или природные достопримечательности. Однако все большую популярность набирает агротуризм. Наша область не исключение. Из двух миллионов гостей, посетивших Верхний Волжи в прошлом году, значительную долю составили именно любители природы. Люди ждут от сельской местности уединения с природой, тишины и спокойствия. И это как раз самое то. Плюс ко всему человек может приехать к нам в выходные, спокойно, не спеша, позавтракать с красивым видом, в красивые гостиные фермерского дома. Насладиться всеми видами, ну конечно же, как бы пройтись по всем животным. При этом предприниматели стараются сделать так, чтобы поездка на ферму была доступной и приятной для всех категорий населения. В том числе для родителей с маленькими детьми или инвалидов. У нас есть оборудованная специальная дорожка. Она бетонирована специально шириной под проезд колясок. Это не только инвалидные коляски, но и мамочки с детьми. Это сопровождающие люди могут свободно по ней перемещаться. Дорожка сделана до основных объектов. Более того, бизнес старается, что называется, диверсифицировать такой отдых. Например, в Верхней Волжье можно не только оленя или козу погладить, но и увидеть, как живет настоящий пчелиный улей. Действительно, многим жителям мегаполисов, я полагаю, хочется сменить гул машин на жужжание наших тверских пчел. Например, 120 семей пчел у нас проживает недалеко от села Медного. Однако эксперты, принявшие участие в конференции, отмечали, мало просто завести оленя, козу или страуса. Ну или тех же пчел. Очень важно организовать грамотный прием гостей. Во-первых, обязательно должен быть кто-то, кто интересно расскажет о жизни фермы. И не всегда это человек, который на этой ферме работает. Иногда это требует навыков экскурсовода, который информацию, связанную с повседневной жизнью агрообъекта, адаптирует для туриста и сделает ее интересной. Ну и, конечно, условия размещения должны быть комфортными, так же, как и цены. И тогда шанс стать туристическим центром появится у любой деревни или хутора. Даже если им не повезло с красивыми дворцами и усадьбами или судьбоносными событиями мировой истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!